Комментарий один. Мы когда зашли в раздевалку, ребята немножко были опустошены. Хотелось, конечно, победить в этом матче. Мы играли в футбол. В футбол играли комбинационный с нижним мячом. Старались играть внизу. Начали очень хорошо. 20 минут, где-то 25. У нас было очень хорошее давление на соперника. Мы пытались, пробовали и получалось комбинировать. То, что мы тренируем, то мы и реализовали на поле. Сложно играть, конечно, на качестве такого газу. Но это честь и хвала ребятам, потому что они все-таки положили мяч вниз. Минимальное количество было диагонально длинных передач. Держали борьбу. Концовка не получилась. Правым флангом больше атаковали. Концовочка не получилась, конечно. Имею в виду завершающую стадию атаки. Был очень хороший момент. У Германа не забили. Еще пару прострелов. Соперника были. Такие тоже неплохие моменты. Но что хочется отметить, что все-таки до последней минуты мы держали стиль свой. Мы хотели играть комбинационно. Пытались с низом. Я думаю, что на таком поле здесь ни одна команда не играла так, как мы. По моим ощущениям, что старались играть. Старались выходить средней короткой передачей. Может быть, по статистике не знаю, как доминировали или нет. Но субъективно так ощущение, что мы вели игру. Соперник предложил, конечно, в втором тайме такую силовую борьбу длинными передачами. Понравилось, что ребята не ответили такой же игрой. Гнули план, гнули свою линию. То, что мы требуем от них. Быстрая передача, низом, фланговая атака через центр. И все-таки эти нулей, конечно, чуть-чуть они так разочаровывают. Если честно. Может быть, звучит амбициозно, но все-таки мы едем на каждую игру побеждать. Давно мы не выигрывали 5-6 туров. Поэтому хотелось, конечно, здесь прерывать эту неудачную серию. Надеюсь, болельщикам понравился этот футбол. Публика у вас эмоциональная. Надеюсь, что качество газона улучшится. И здесь будет более комфортно играть другим командам и нам в следующем году. Пожалуйста, вопросы. Наталья Викторович, а травмы в первом тайме связаны с конкретным эпизодом или с нагрузками, которые сейчас выпадают на игроков? Ну, там конкретный эпизод, скорее всего, потому что с Лешей Татаем там стык был очень серьезный, причем обоюдный. Там и Иваш Лилов получил травму, там чуть-чуть отека голеностопа у него. А что касается с Черниковым, может быть, наслоение какой-то усталости. Конечно, молодой организм, много игр, адаптация к переездам. Конечно, может быть, и пошла такая аккумуляция. Но такие игровые моменты, конечно, там Саша получил травму после удара, растяжения. Будем смотреть скорее, ну, надеемся, что он вернется к нам в скором будущем. И еще, Ваня, вопрос о задаче вашего клуба, конкретно Краснодар-2. Понятно, воспитываете игроков, но какие-то турнирные задачи вы себе ставите? Конечно. Турнирные задачи, они идут в параллели с теми задачами, которые ставит нам команда, которая находится под главной. То есть, дать команду футболиста. Сейчас там занимаются у нас наши первые ласточки, это Игнатьев и Сулейманов. Надеемся, еще больше игроков будет. Естественно, хочется каждый матч выигрывать. И мы не ставили никаких турнирных задач перед началом чемпионата. Но так получилось, что мы поняли, что здесь можно играть, можно набирать очки. И поэтому конкретно где-то на какой позиции не ставим задачи, но выигрывать, набирать очки. И там посмотрим, что после последнего тура будет. Александр Владимирович, понятно, что каждая игра это как новая отдельная история. Но сейчас уже 6 матчей без побед. Можно сказать, что это закономерный спад после новых усимуций, на новом уровне, в ФНЛ? Я думаю, есть и закономерность определенная. Здесь стечение обстоятельств очень большое. Для нас это турнир новый. Мы столкнулись с какими-то для себя новыми трудностями в плане территориальных переездов, в плане чистоты игр. Начали эмоционально, бурно так. Впервые команда «Фарм-клуб», так скажем, «Краснар-2» и всех вторых команд впервые вообще в истории была на первом месте. То есть такого не было еще. И поэтому где-то здесь моменты психологии, может быть, не исключаем этого момента. Для нас это все новое. Мы разбираемся в этом, пытаемся адаптироваться. Каждый матч был исключением. Взять поражение от Курска, взять поражение от «Спартака», где мы по всех компонентам переиграли «Спартак», а счет на табло после первой тайны был 3-0. И от матча к матчу где-то получается, где-то нет. Наша главная задача вот эта. Когда мы приезжаем в город, болельщики получают удовольствие, увиденное, а зрелище, так скажем. И когда наши воспитанники демонстрируют на таком поле такой неплохой достаточно футбол. Умный, где есть мысль, где нет удара в одно касание, где есть связки, где видна какая-то футбольная идея, какой-то стиль выделенный. Если мы это реализовываем в таких условиях, то я думаю, что мы движемся в правильном пути и направлении. Еще вопрос. Момент еще хочу отметить, потому что все-таки насчет травмы говорили, да, вот этих потерь. Да, у нас по сравнению с началом чемпионата достаточно большая группа основного состава выпала. Так не называла основного, а стартового состава. Потому что у нас ребята, кто на скамейке, мы на них рассчитываем постоянно. И каждый может в любом месте стать игроком основного состава. Это и Сергеев, это и Уткин, это Сулейманов, которого сейчас нет с нами. Еще целый ряд футболистов, они скоро у нас появятся. И поэтому мы надеемся выигрывать и показывать хороший, красивый футбол. Однозначно тяжелый матч. В непростых погодных условиях. Ну, первый тайм нам, конечно, в игровом плане однозначно не удался. И это уже, к сожалению, традиция, что ли, стал традиционно для нашей команды. В общем-то мы как-то не очень удачно проводим первые таймы. Ну, в большей степени, наверное, это бы сами виноваты. В каком плане? Нам очень плохо удается, особенно развитие атаки в начальной стадии. Это касается не только сегодняшнего матча. В общем-то мы очень много теряем мячей в простых ситуациях. Где-то не так у нас получается именно взаимопонимание в каких-то игровых моментах. Где-то как правильно открыться, где как правильно взаимодействовать с партнерами. Вот, все это как бы откладывается в простые потери мяча. Потом приходится опять вступать в борьбу, отбирать этот мяч, тратить определенные физические усилия. Вот, ну и с другой стороны, как бы однозначно и соперник-то, в общем-то, продемонстрировал хорошее владение мячом. Вот, они очень даже неплохо контролировали мяч. Вот, и создали, в общем-то, определенные моменты опасные возле наших ворот. Вот, что касается второго тайма, ну, однозначно мы уже сделали как бы поправки. Вот, и в большей степени просили своих игроков, особенно, ну, это касается передней линии фланговых игроков, чтобы они именно открывались за спину защитникам, именно в свободные зоны. Вот, но в какой-то степени у нас, в общем-то, это получалось. И мы, я считаю, что оказывали, ну, довольно-таки серьезное давление на соперника. Вот, но, к сожалению, к сожалению, в общем-то, ну, из того, что у нас было, наверное, во втором тайме, не смогли, как бы, ну, довести, довести те моменты, наверное, те подходы, которые у нас были до забитого мяча. Ну, и, наверное, как бы, если вот так вот брать первый-второй тайм, наверное, результат, наверное, закономерный. Сергей Васильевич, в первом части чемпионата стандартные положения для факела были прям визитной карточкой. И забивали, и создавали. В последних матчах мяч вообще не подается даже. Полностью с вами соглашусь в этом плане, да, что в этом компоненте, хотя мы, в общем-то, уделяем, в общем-то, большое внимание стандартным положениям. Мы практически, я говорю, практически на каждом занятии, в общем-то, уделяем это время. Да, плюс, учитывая антропометрию наших защитников, да и вообще, как бы, я считаю, что у нас команда в этом плане. Ну, я имею в виду по ростовым, да, на физически более, будем так говорить, мощные. Вот, то, что однозначно в первых играх, это нам приносило, приносило результат. Ну, сейчас, ну, к сожалению, надо, как бы, констатировать то, что, да, в общем-то, на тренировках, когда отрабатываем качество передач, ну, неплохие здесь. Ну, сложно сказать, почему, в общем-то, так. Ну, однозначно, что качество передач явно, конечно, не то, которое мы хотелось бы видеть, и, в общем-то, не доходят до тех зон, в которых должны играть наши, наши игроки при стандартных положениях, вот, ну, будем-будем в этом компоненте еще раз прибавлять. В момент была озвучена задача оказаться в десятке. Психологически не сказалось, что команда почувствовала, что с этим составом в десятке будем, и где-то чуть-чуть концентрацию потеряли. Да не думаю, я вот, ну, уже не раз, как бы, повторял и говорил, что все-таки у нас, ну, строится новая команда, новая команда, и здесь, ну, практически 90%, наверное, футболистов, это люди, которые в этом году пришли, и, поэтому здесь, ну, пока что нам сложно играть, наверное, все игры, вот так вот, с позиции силы. Это касается, наверное, и домашних игр, ну, в большей степени, наверное, скорее всего, домашних игр. Вот, поэтому, ну, не думаю, что здесь, как бы, вот, в плане того, что мы тут две игры выиграли, и, в общем-то, ну, и сразу, как бы, здесь поменялись, поменялись, будем так говорить, задачи какие-то на сезон. Вот, поэтому, конкретно стоит задача, постараться быть в десятке, и, я думаю, мы будем прикладывать все усилия, все старания для того, чтобы выполнить эту задачу. На сегодняшней игре команда потеряла два очка или тренер гостей сказал, что ребята его расстроили мячей, приезжали выигрывать? Ну, судя, как, наверное, как складывался первый там еще, наверное, как бы, да, здесь, здесь, и сказала, говорю, что соперник однозначно превосходил нас и по движению, и, наверное, как бы, и по качеству футбола, и по тем моментам, которые они создали в наших ворот, то, что касается второго тайма, ну, давайте будем так и вспомним, что они имели во втором тайме. Я, допустим, я не припомню, ну, контр-атаки, которые, ну, которые, что они, там, завершились какими-то опасными моментами, или еще просто, ну, там, оборона наша сыграла так, ну, а как можно, можно проводить игры, и не получая, ну, оказывая давление на соперника, и при этом, ну, при потере мяча, там, не давать сопернику убежать там в контратаку. Спасибо. Еще вопрос, Сергей Васильевич, не оказалось сегодня в заявке файки у Игоря Беденко, что с ним? Ну, у него опять рецидив от старой травмы, вот, это травмы коленного сустава, ну, там, ну, надеемся, ничего страшного не произошло, просто, ну, видимо, вот эта вот смена покрытия, искусственное поле, потом, естественно, она, наверное, все-таки, учитывая, наверное, на его возраст, все же дает знать о себе. Спасибо. В продолжение темы. Вышел сегодня в пару с Бирюковым Роматин. Не было мысли, может быть, с первых минут выпустить Органова, дать ему тоже шанс? Ну, у нас, как бы, уже были игры, когда они в паре играли, вот, ну, мы, в общем-то, посчитали, что, ну, попробовать, и, в этом плане, ну, как бы, Ломакина, все же, ну, надеялись, как бы, на то, что, ну, Ломакин, как бы, в атакующих действиях, ну, более вариативен, что ли, может, там, отдать передачу, вы тоже помните, вот, когда он отдал, там, передачу на Дутова, когда мы заработали пенальти, вот, ну, плюс, там, надеялись, там, что он все же найдет себе возможность, там, за счет индивидуальных действий, за счет, там, взаимодействия с партнером, там, я имею ввиду, там, в плане ударов по воротам, вот, хотя и первый момент он создал, вот, ну, в общем-то, наверное, это в первом тайме не очень-то сработало, а вот, и потом уже, как бы, в конце, в конце игры, мы, в общем-то, ну, сделали замену, перевели туда Кузьмина, и, в общем-то, и Кузьмин на этой позиции тоже, как бы, сыграл, я считаю, тот отрезок, который он получил, он сыграл очень активно, и, в общем-то, тоже имел неплохие подходы, вот, для взятия ворот. Редактор субтитров А.Семкин